Идешь туда до конца. Подсоединяйся, как ты сейчас. Сегодня мы прочитаем из этой книги, из Библии, потом уже сейчас прочитаем. Когда Сын Человеческий придет в своей славе, и с Ним все ангелы, когда Он сядет на престоле своей славы, перед Ним будут собраны все народы, и Он отделит своих людей от других, как пастух отделяет овец от козлов. Овец Он соберет по правую сторону от Себя, а козлов по левую. Тогда Царь скажет тем, кто по правую сторону, «Придите ко мне, все благословенные моим Отцом, получите ваше наследство, царство, приготовленное вам еще от создания мира». Потому что я был голоден, и вы накормили меня. «Я хотел петь, и вы напоили меня. Я был странником, и вы приютили меня. Я был наг, и вы одели меня. Я был болен, и вы ухаживали за мной. Я был в темнице, и вы пришли навестить меня». Тогда праведные скажут, «Господи, когда это мы видели Тебя голодной и накормили Тебя? Когда Ты хотел пить, и мы дали Тебе напиться? Когда мы видели Тебя без приюта и приняли Тебя? Или видели ноги и одели? Когда мы видели Тебя больным или в темнице и навестили Тебя?» Царь им ответит, «Говорю вам истину, то, что вы сделали одному из наименьших моих братьев, вы сделали мне». Тогда он скажет и тем, кто будет по левую сторону, «Идите от меня, проклятые, в вечный огонь, приготовленные для дьявола и его ангелов». «Потому что я был голоден, и вы не накормили меня, я хотел петь, и вы не нападили меня». Хотя в библии еще написано «жаждал». Здесь вот перевод сделали. «Я был наг, и вы одели меня, я был болен и в темнице, и вы не навестили меня». Они же спросят, «Господи, когда это мы видели Тебя голодным, или когда Ты хотел пить, или был странником, или нуждался в одежде, или был болен, или в темнице, и мы не помогли Тебе?» Он им ответит, «Говорю вам истину, всем, все, чего вы не сделали для одного из наименьших, вы не сделали мне». И они пойдут в вечное наказание, а праведники – в вечную жизнь. Итак, мы с вами говорили уже, напоминали о страшном суде, о том, как все воскреснут из мертвых и предстанут пред Господом. Души войдут в тело каждого, потому что Христос придет с тьмами ангелов, с душами умерших, и эти души умерших войдут в тех, кто воскресен. Каждая душа. Даже если и сожгли, и разметали пепел, все равно все до одного восстанут. Но тело будет уже не такое, как вот это тело, не наследует Царство небесно. А будут в обновленном теле, духовное тело, что они все на облаке поднимутся навстречу Христу. И вот в одно мгновение произойдет суд. В одно мгновение Господь задаст вопросы этим. И все пойдут одни по правой, другие по левую сторону. Итак, это день страшного суда. Как, говорит, возгремят трубы, громы в один гром все соберутся, потрясется земля, все восстанут. А живущие на земле, которые останутся в живых еще, они изменятся, тела их, и поднимутся на облаке навстречу Господу. Господь уже во второй раз, Он не сойдет на землю, а на облаке будет всех принимать. Там совершится суд. Это страшное зрелище. И река огненная пред судищем потечет, и все будут переходить через эту огненную реку. И говорит, говорится так, что не все сгорят. Выглядят, как головня обгоревшая. Что это значит, обгоревшая головня? Как головня, сравнивается с чем? И они, потому что никто не сгорит совсем, они останутся живыми, чтобы пойти в огонь вечным наказанием. Такое страшное будет состояние. Итак, дети, ну мы на данном отрывке, который мы прочитали в последнем суде, ответим на вопросы такие. Когда вы видите, вот даже в вашем возрасте еще, я имею в виду школьников, в вашем возрасте. Вы, наверное, встречали кого-то нуждающегося, или, может быть, в школе встречаются. Вот я когда работала в школе, то были такие дети, у которых родители не было, сироты. Они очень нуждались и в одежде, и даже поесть нечего было. И сейчас, конечно, есть такие люди и места, где гонят христиан, изгоняют их из своих домов, и дети мучаются то же самое. У них ни поесть, ни одеть нечего. В холоде, в холоде. До сих пор есть такие. Даже умирают многие от голода. А вы, конечно, этого ничего не испытали еще. Но были моменты, когда вы встречали таких нуждающихся, может быть, у вас в классе, или где-то по соседству, еще что-то. Не видели, не встречали таких людей, да? Пожалуйста. Ну, его зовут Ярослав, Лосик Ярослав. У него, этот, мама ушла, или папа. Я не помню. Угу. И он имел нужду, да, в чем-то? Ты помог ему в чем-то? Нет. Я не знаю, как ему помочь. Ну, а подошел, даже узнал, в чем он умеет. То, что, может быть, у него даже и денег нет на хлеб. Или плохо не пытаются, нужда какая-то, надо подойти, узнать. Может быть, в какой-то одежде имеется нужда. Есть такие дети, конечно. Мы обязаны просто всем помогать, как христиане, нуждающимся, истинно нуждающимся. Ну, вот об этом мы сейчас по страшному суде закончим. Начинаем житие святых. Сейчас вот поднимите руки, у кого дома есть интернет? У всех почти, у всех. Ну, молодцы. Так по интернету сейчас житие святых. Вы смотрите, слушайте. Бывают моменты, что у вас есть свободное время. Кстати, сейчас каникулы. И постарайтесь, скажите своим родителям, что вы включили житие святых. Там даже и о детях есть. И рассказывается о том, когда о житии святых, то начинается с детских лет. Каким он был ребенком в детстве? Как он стремился к тому, чтобы быть со Христом встречен. И молился, и читал много. Обязательно во время каникул что-то сделайте полезное для себя. У вас неделя каникулы, да? Ну, за неделю много можно. Если даже каждый день будете смотреть, то шесть раз и шесть дней, если у вас, да? Семь дней каникулы или десять? Семь дней каникулы. Значит, за семь дней вы можете каждый день смотреть, даже по одному житию, и то вы за семь дней семь узнаете. очень много. Обязательно смотрите. Ну, и там есть, конечно, и для вас тоже такие рассказы очень хорошие. Можете тоже посмотреть. Итак, мы сейчас прочитаем. Еще успеем, да? Многие христианские подвижники постились и молитвенно трудились долгие годы, обретая дары Божьи лишь в глубокой старости. Но были такие святые, которым дары были даны в отрочестве действительно как подарок, а не воздаяние за великие труды. Ведь детская душа изначально легкая, чистая, а человек чем дольше живет, тем сильнее все пачкает. Таким святым с детства угодившим Богу был отрок Трифон, родившийся в селении Капсала, грис фригейского города Апамия. С юных лет почула на нем благодать Божия, и Господь дал ему силы чудотворения. Уже мальчиков он исцелял болящих людей, изгонял бесов. Люди дивились такому небывалому явлению и славили Бога. Несомненно, на юном Трифоне творец хотел показать, что из уст младенца он творит стволов не только словами, но и делами. На поля родного семей Трифона награнили толчища путинец и жуков, неистово поедавших все, что попадалось на пути. Овощи, фрукты, древесную кору, Безжизненная мертвая земля оставалась там, где прошли они. Трифон обратился с молитвой Господа, чтобы он послал ангела для истребления напасти, а сам заклял губители удалиться в недоступные места и никогда больше сюда не возвращаться. Прожурливое воинство исчезло, точно его ветром сдуло, а поля и сады вновь покрылись зелью. Видите, какие моменты были. Мальчик, отрок, это в каком возрасте, наверное, как Ванечка у нас, в таком возрасте. А где Ваня сегодня? Что-то случилось? Более. В 238 году к власти в Риме пришел император Градьян, которым исповедовал древнеримскую языческую веру. Но и к христианам относился снисходительно. У императора была красивая и умная дочь. Немногие мужчины могли сравниться с юной красавицей, богатством познаний. Немногие умели так красиво говорить и сочинять стихи. Счастлив будет тот, говорили они, кому она достанется в жены. Видные римские сановники мечтали обручить своих сыновей с девушкой. Отцов, конечно, влекло не ее красота, а возможность породниться с императором. Однако девушка, несмотря на красоту природную и приветливость и доброту, была больна. Вселившись, дочь Гордиана Бец бросала девушку на землю и ночью и посреди белого дня во дворце, где ее страдания могли видеть только ее слуги. А на улице, когда она окруженная рабами, шествовала по городу, римляне, наблюдая, как красавица корчится на земле, сострадали жертвой бесовского произволения. Но помочь ничем не могли. Гордиан созывал лучших врачей, выписывал их в других странах, но все было безуспешно. Избавленное избавление пришло неожиданно, когда девушка билась и в очередном припадке мучивший ее бес по повелению Божию сказал, что у ее изгнать может только отрок Трифон. Кто такой Трифон? Откуда? По всем провинциям империи разлетелись гонцы в поисках загадочного Трифона. Во дворец ежедневно приводили десятки отроков с таким именем, но нужного среди них не было. Однажды... А где Надежда вон? Вышла. Однажды императорские огонцы скакали через кам саду. Эй, люди! Крикну на рынке старшие отряда. Не клебавшем селе юноши Трифона есть, с гордостью отвечали ему сельчане, да такой славный, что и поискать еще любую болезнь излечит. И вот и мы ищем с ног сбились воциклом, ударив по под шею коня ладонью. Где он? На полице пасет гусей. В самом деле за деревней на пригорке с хворостинкой в руках сидел юноша, а вокруг него щипали травку гуси. Дружно защипавшие на подходившего Трифон отказался от повозки, которую предложили ему и отправился в Рим пешком. Простой деревенский юноша, он не привык к почестям и роскоши. Трифон был еще далеко от Рима, когда бес почуял его приближение и, принявшись еще сильнее мучить бедную девушку, закричал «О, горе мне, горе! Близок Трифон, мой губитель! Скоро, через три дня он будет здесь!» Девушку сотрясала последняя судорога, и она заснула спокойным сном, а проснулась совсем здоровой. На третий день Трифон пришел в Рим. У городских ворот его поджидали императорские вельможи, которые привели его во дворец, где он милостив был принят гардионом. Какой же отец не будет счастлив, что его любимая дочь выздоровела императору и верилась и не верила, что исцеление пришло именно от этого Трифона. Перед ним стоял обычный юноша, без образования, без громкого имени. Он не лечил его дочь, не прописывал никаких лекарств, его проводили не проводил процедур, чем занимаются врачи, и вместе с радостью душу закрыли сомнения. «Если он изгнал беса», подумал император, «то пусть покажут его нам, тогда я поверю, что он исцелил дочь». Трифон долго не соглашался выполнить просьбу гордиана, а уступил, лишь понимая, что это послужит во славу Божию. Язычники, споря с христианами, заявляли, что никаких бесов нет. Шесть дней в отведенной ему комнате Трифон постился и молился, после чего Господь дал ему полную власть над духом тьмы. На седьмой день на восходе солнца царь с дочерью и с подвиженным пришел к святому горючу Трифону, помолившись, возрел духовными ночами на невидимого для всех духа злобы и диказал. «Именем Господа Иисуса Христа повелеваю тебе нечистый дух». И весь крик ужаса пронесся по комнате, когда из прозрачного свежего предутреннего воздуха выпал, приземлившись на толстые лапы, огромный черный пес. «А там все таки?» «А Глаза его горели огнем, шерсть опоршилась игольчатой щетиной, чудовищная опорша лошадиной голова волочилась по полу. Такого страшилища никто не видел в этой встрече. Кто повелел тебе войти в невинную девушку и мучить ее, спросил Трифон. Я послан своим отцом сатаной, глухим словно из подземелья, звучащим голосом отвечал бес, начальником всякого зла. От него я получил приказ истязать эту юницу. Как велика ваша власть посягать на создание Божие? Бес не хотел отвечать, но воля святого была сильнее его. Мы не имеем власти над теми, кто верует военщиного Бога и его Сына Иисуса Христа. А кто не верует в Бога и Сына Божия, кто живет ради своих грехов и похоти, такие люди – самое желанное для нас местилище. Это наши пленники, наши рабы, будь то простой винограды или сам имбираты. Они делают дела угодные нам, поклоняются идолам, хулят Бога, прелюбодействуют, колдуют, убивают, завидуют, гордятся. В здешней жизни они получают наслаждение от своих грехов, но на том свете их ждут вечные мухи. Император и его окружающие смутились. Оказывается, то, что было их повседневной жизнью, велут вечные муки. Многие из Сына Божия, но уверовали во Христа, а верующие были среди притворных и такие, получили еще больше утверждения в своей вере и прославили Христа. По случаю исцеления дочери император устроил торжественный пир, промереваясь честью проводить Трифона в Кампсаду. Трифон поблагодарил властителя, но как пришел в Рим в простой одежде бездорожной котомкой за плечами, так и покинул город. Он согласился взять денег у императора, но для того, чтобы по дороге раздать их нищим. А так как император наполнил ему золотом всю котомку под завязку, то немало нищих и бедных людей получило утешение. Императору Гордиану наследовал его внук через месяц битый злобным Филиппом Равитянином, которого, в свою очередь, ссорой зарезали собственные воины. На императорский престол взошел Декий, ознаменовавший свое правление огонением на христиан. Он отдал приказ правителям провинции преследовать и убивать христиан, невзирая ни на их возраст, ни на пол, ни на должность. Женщина это мужчина или ребенок, знатный или бедный. Так, ну, в следующий раз мы продолжим. Про этого не лишу еще. Три их там звать. Так что пойдемте. Слава тебе, все поблагодарили Господу. Благодарим тебя, Господи. Слава тебе за все веки. Аминь. Слава тебе за все веки. Песня. Песня. Песня.